Всем здравствуйте! Несмотря на то, что мой сосед вот там что-то сверлит, строгает и запивает, я попробую вам сегодня рассказать и показать простой, я называю это дедовский способ подвязки томатов. У меня томаты уже большие, начинают клониться, поэтому нужно срочно подвязывать. Для этого способа нужны томаты. Они у меня имеются достаточной высоты. Далее нужны палки. У меня томаты растут от метр пятьдесят до двух метров, поэтому длина палок вот такая вот. И третье, что нужно, это какая-то любая веревка. У меня вот такая вот обычная бечевка. Купил в магазине. Собственно, приступаем. Вот смотрите, у меня томат наклонился в эту сторону, поэтому мне его нужно поднять. Вот здесь я воткнул в землю палку. Чтобы палка втыкалась лучше в землю, ее желательно ножом вот так вот заточить, как карандаш. Желательно, чтобы палка воткнулась в землю перпендикулярно земле, то есть ровно. Но она у меня чуть-чуть кривая, но это вообще не играет особого значения. Теперь я отрежу кусочек веревки и привяжу к палке в двух местах вот этот томат. Субтитры добавил DimaTorzok Вот здесь я сделал первую подвязку побега, а вот здесь сделал вторую. Причем я сразу подвязал сначала стебель, а потом подвязал второй побег, потому что вот этот вот томат я веду в два стебля. Вот таким вот образом. Спустя еще, наверное, дней четыре максимум придется делать подвязку дальше. И так уже к самому верху. Теперь вот этот кусок нужно тоже подвязать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот таким вот нехитрым способом производится подвязка томатов. То есть принцип такой, есть палка, есть стебель, и стебель все время фиксируется поближе к этой палке. Если в два стебля, то вяжется один стебелек, потом вяжется другой тоже рядышком, чтобы он не западал. Или вот другой томат. Здесь привязанной стебель, здесь привязанной стебель, здесь привязанной стебель, и здесь же привязал второй стебель. И томаты растут. Вот он растет дальше, уже начинает по чуть-чуть отклоняться. Через сантиметров 10-15 его опять нужно будет просто зафиксировать. Итак, до самых морозов. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин